Черногория О том, как черногорцы дали решительный отпор попыткам вмешаться в будущее их страны, поговорим сегодня в Код безопасности. Я Татьяна Попова. Добрый вечер. Октябрь 2016-го российские разведчики предпринимают попытку госпереворота в Черногории. Им помогают лидеры местной оппозиции и сербские националисты. В планах заговорщиков покушение на премьер-министра и свержение действующей власти. И все это, чтобы не допустить вступления страны в НАТО. Но переворот не удался. Как выяснилось позже, заложники сообщников – сербы. Да и в России скрываться особо не старались. Деньги сербским националистам высылали через американский Western Union, указывая в графе отправитель Московскую штаб-квартиру Главного разведывательного управления. Среди 20 арестованных зачинщиков, вооруженных до зубов, трое россияне, чтобы вернуть их Москва, отрядила на Балканы главу Российского Совета Безопасности Патрушева. Показательно и то, что один из вербовщиков заговора, скрываясь от правосудия, получил убежище в России. За судебным процессом над арестованными пристально следила вся Европа. 14 человек были приговорены к различным срокам заключения. И самые строгие наказания, правда заочно, были присуждены двум российским сотрудникам ГРУ – Владимиру Попову и Эдуарду Шишмакову. За терроризм и создание преступной организации они получили заочно 12 и 15 лет тюрьмы. Спустя полгода после того, как их планы были сорваны, Черногория таки стала полноправным членом НАТО. Но на последних выборах в парламент Черногории среди победителей оказалась пророссийски настроенная оппозиция. Ее радикальные представители обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать ее признание Косово и отказаться от санкций против России. Безопасность для нас прежде всего, поэтому сегодня все собеседники с нами онлайн. И это журналистка Наталья Ищенко, редактор портала «Балканский обозреватель», заместитель директора Института мировой политики. Милан Юванович, старший научный сотрудник Черногорского центра цифровой криминалистики. И с нами на связи из Косова Флориан Кехая, руководитель центра исследований в области безопасности. Здравствуйте. Первый вопрос Наталье. Наталья, возвращаясь к тем событиям, попытке переворота в Черногории, как вы считаете, что послужило главной причиной для срыва кремлевских планов на Балканах? Почему переворот не удался? Вы знаете, у меня есть определенная теория, и я бы хотела ее предложить в качестве именно собственной теории. Она не совсем серьезная, но я думаю, что она имеет какую-то почву под собой. Она базируется на том, что, как мне кажется, из того бюджета, который был выделен на переворот Черногории, значительная часть ушла не по назначению. Потому что назывались в ходе расследования какие-то очень смешные цифры, которые дошли до исполнителей, они просто смехотворные. Там буквально на весь переворот, ну вдумайтесь, на государственный переворот якобы было выделено, то есть дошло до исполнителей, порядка пару тысяч евро. Ну вы понимаете, это смешно. И мне кажется, что именно то, что на всех этапах все участники как-то… Коррупция их сгубила, скажем так, в этом перевороте. Ну вы знаете, это не то, что коррупция, а просто вот в процессе, так сказать, деньги ушли не по назначению. Поэтому в результате исполнителей было очень мало. Они были не настолько квалифицированы в плане организации государственного переворота, если вообще можно говорить о квалификации в этом направлении. И в конце концов все закончилось какими-то буквально несколькими людьми, которые решили буквально сымитировать государственный переворот, а не столько его реализовать. Понятно. Зададим тот же вопрос Милану. Милан, а вы как считаете, с чем была связана неудача в этом перевороте? Добрый день. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить вас за приглашение на программу. Если говорить об отношениях Черногории и России, это весьма непростая история. Не особо вдаваясь в детали, а делая выводы лишь на основании общеизвестных фактов, я бы сказал, что первой причиной провала этого переворота стал его изначально небрежный сценарий. Это и есть основная причина неудачи Кремля. Не секрет, что влияние Москвы на Черногорию имеет долгую историю и весьма глубокие корни, и этот фактор справедливо вызывает на Западе наибольшее беспокойство. Черногорцы, как и русские, имеют общее славянское происхождение, и их языки чрезвычайно сходны. Большинство черногорцев, как и подавляющее большинство россиян, принадлежат к православной христианской традиции. Можно сказать, что в течение истории двух стран сложились скорее дружеские отношения, но этой дружбе быстро пришел конец, как только правительство Черногории приняло решение о вступлении в НАТО. С тех пор Кремль стал воспринимать Балканы как один из фронтов сражения в глобальном соревновании за власть и влияние в мире. Не то чтобы Москву интересует Черногория как таковая, было бы неправильно так думать. Россия была крайне заинтересована в Черногории в том смысле, что именно через эту страну Москва собиралась всячески препятствовать процессам евроатлантической интеграции и оказывать негативное влияние на монолитность европейского сообщества и Европы как единого целого. Именно поэтому Кремль пытался помешать вступлению Черногории в НАТО. Также причина лежит в основе текущей очень жесткой российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию НАТО. Спасибо большое. Флориан, а вы можете что-то добавить к тому, что сказали наши гости? Заговор с целью свержения правительства в последние годы служит одним из основных инструментов, которые Россия пытается применять на Балканах. В этой связи нужно вспомнить активизацию пророссийского элемента в парламенте Северной Македонии накануне ее вступления в НАТО, а также массированную дезинформационную кампанию в Черногории, которая, к счастью, обернулась неудачей из-за достаточной прочности парламента, который с честью выстоял перед этой опасностью. Эта спецоперация провалилась еще и потому, что к ее исполнению привлекли людей извне, использовав фигуры, которые не принадлежали ни к одной из балканских политических элит. Например, в качестве одной из ключевых фигур в готовившемся госперевороте в Черногории ставку сделали на бывшего главу жандармерии МВД Сербии. Но самым важным фактором успеха в предотвращении переворота послужила, конечно, серьезная работа разведки. Предположительно, план захвата власти был вовремя перехвачен. Относительно Косово нам также известно, что некоторые элементы, готовившиеся к переброске из Косово в Черногорию, также были перехвачены, прежде чем приняли участие в готовившемся перевороте. Так что, к счастью, у них ничего не вышло с организацией этого переворота. Но, как мы уже сказали, такой государственный переворот с целью смены власти в стране – это лишь один из инструментов в арсенале Кремля. Как совершенно правильно заметил Милан, цель России на Балканах – не просто служить антагонистом и альтернативой Запада, но и обрести влияние в этом регионе. Хотя возникают большие сомнения по поводу того, что именно Россия, с учетом ее положения, может предложить Балканскому региону, кроме вооружений, а именно поставок оружия Сербии. Что они нам могут предложить в плане экономики или других сферах? Взять, к примеру, Китай мы можем сравнивать, поскольку роль Китая в регионе в последнее время значительно усилилась. Китай может предложить Балканам интересные проекты, как в военной сфере, так и в сфере экономики, и даже в политической сфере. У России же цель одна, и она неизменно – блокировать дальнейшее расширение НАТО. Не получилось помешать вступлению в Альянс Черногории и Северной Македонии, они переключились на другие страны и теперь успешно вставляют палки в колеса Постни и Герцоговини, а также Косово в их продвижении к членству в НАТО. В то же время я бы хотела отметить, что из 4200 предприятий в Черногории треть принадлежит россиянам, и там достаточно высокий процент граждан России живет в стране. А вот как с этим влиянием быть через бизнес? Когда была попытка переворота в Черногории, то граждане России, которые живут в Черногории и имеют там либо бизнес, либо недвижимость, они написали открытое письмо, и где попросили Россию не вмешиваться в дела Черногории. То есть был такой факт, и одним из подписантов, инициаторов этого письма был известный российский политтехнолог Марат Гельман, который живет и работает уже несколько лет в Черногории. Человек сбежал из России для того, чтобы Россия опять его захватила. Его позиция достаточно понятна, но это же все равно не все предприятия. Что ж, после того, как Черногория в 2006 году обрела независимость, произошел значительный приток российских инвестиций в нашу страну. Очень многие российские бизнесмены приобрели недвижимость в Черногории. Даже сегодня Россия остается среди самых крупных инвесторов в Черногории. Она сохраняла лидирующие позиции среди других стран. Однако в последнее время этот тренд стал меняться. За последние 3-4 года россияне начали продавать свою недвижимость в Черногории. И теперь турецкие бизнесмены и турецкие граждане активно покупают недвижимость и явно потеснили россиян в этой сфере. Теперь среди всех иностранцев именно они являются крупнейшими владельцами недвижимости и различных бизнесов в Черногории. Что еще интересно отметить, говоря о российском влиянии в Черногории, это их роль в такой сфере, как туризм. К тому времени, как Черногория стала членом НАТО, Россия при пособничестве Сербии начала вести резко негативную кампанию против Черногории. Нужно сказать, что четверть ВВП Черногории приходится на туристическую индустрию. Поэтому самый удобный способ навредить Черногории – это ударить по ее туристической отрасли. И вот Спутник, РИА Новости и другие российские медиа совместно со своими соотечественниками в Сербии и различными сербскими прокси-медиа, начиная с 2017 года, ежегодно проводят регулярные очернительные кампании, направленные на то, чтобы навредить туристической отрасли Черногории. Средства простые. Они изображают Черногорию как грязную страну с грязными пляжами, как опасное место отдыха, причем опасное именно для российского туриста. Это просто не укладывается в голове. Это, честно говоря, какое-то безумие, с какой стати какая-то страна может быть опасной только для отдыхающих и туристов из России. Но вот именно таким способом они стараются преподнести Черногорию россиянам. И, к сожалению, это срабатывает, поскольку, что касается соцсетей, не хотелось бы уходить в излишние подробности, но когда ты читаешь множество похожих комментариев, то поневоле начинаешь им верить. Когда на людей льются потоки информации, неважно, насколько она правдива, когда ты просто заваливаешь их информацией, то, конечно же, они так или иначе начинают тебе верить. Поэтому я сказал бы, что хотя физическое присутствие россиян в Черногории уменьшилось, но их влияние ничуть не снизилось. Негативная волна информации, идущая от России, не спадает с тех самых пор, как мы стали страной-членом НАТО. Именно факт присоединения Черногории к Североатлантическому альянсу и стал той поворотной точкой, которая радикально изменила отношения наших двух стран. Валериан, вопрос к вам. А как вы считаете, насколько пришедшие к власти сегодня парламентарии из-за позиции на самом деле лояльны в Москве? И видит ли НАТО в этом какие-то препятствия для воплощения своих планов на Балканах? Да, действительно, насколько мне известно, заявления Черногории не могли не вызывать некую тревогу. В Черногории есть некоторые политические силы, которые могут время от времени делать проблемные заявления. Например, о том, что Черногория может инициировать процесс выхода из НАТО. Но подобные высказывания нивелируются заявлениями нового правительства, которое выразило четкую приверженность Черногории своим международным обязательствам. Так что с точки зрения намерений мы видим серьезную позицию новоизбранного правительства Черногории. Но, по ему мнению, стране все-таки нужны некоторые перемены. С другой стороны, есть некоторые признаки того, что российский элемент может использовать существующее правительство Черногории для своих небольших провокаций. Пусть не в стратегических, как резкая смена курса относительно НАТО, поскольку это все-таки сложная в реализации цель, но каких-то более мелких пакостей в сотрудничестве с сербскими и российскими радикальными элементами на Балканах. А в нашем регионе многое не нужно, чтобы разжечь пламя. Одной искры будет достаточно. Одна острая тема, какой-то животрепещущий вопрос могут легко сыграть роль последней капли, которая приведет к конфликту на Балканах в целом. Разыгрывая эту карту, Кремль может воспользоваться преимуществом и начать новую дезинформационную кампанию или предпринять какие-либо вредительские действия, направленные на то, чтобы разрушить и нивелировать все достижения и тот вклад, который Запад уже внес в развитие Балканского региона за последние 20 лет. Таким образом, многолетние инвестиции в регион подвергаются большой опасности. С другой стороны, Европейский Союз и Запад в целом, конечно же, остаются крупнейшими инвесторами стран Балтийского региона, будь то Черногория или любое другое балканское государство. Совершенно очевидно, что в экономическом смысле России нечего противопоставить влиянию Евросоюза, чтобы составить ему хоть какую-то серьезную конкуренцию в этой области. Спросите жителей Балкан, даже самых радикально настроенных из них, где бы они предпочли работать, абсолютно никто из них не выскажется в пользу России. Никто не едет работать туда, практически все отдают предпочтение западным странам. Наталья, а вы какого мнения? Насколько действительно близка к России оппозиционная сегодня часть парламента Черногории? Знаете, я наблюдаю последние буквально недели и дни, с тех пор, как закончились выборы, борьбу уже поствыборную, когда коалицию, на самом деле очень просербскую и достаточно пророссийскую, ее пытаются переформатировать все-таки в более прозападную. И я могу сказать, что на сегодня, вот именно на сегодня, этот процесс более-менее удался. Сегодня как раз премьер-министр Черногории, новый уже, первый свой визит осуществил в Брюссель, он сегодня встречается с руководством Евросоюза и НАТО, и таким образом он задекларировал именно прозападный путь своей страны. Там были очень большие внутренние разбирательства по поводу того, кто возглавит министерства силовые и министерства иностранных дел, и там, насколько понятно по их заявлениям и вообще по комментариям, эти направления возглавили люди достаточно прозападные. Буквально на днях руководитель МИДа Черногорского заявил, что санкции с Россией они снимать не будут, хотя они хотят дружить с Россией, но санкции остаются, потому что Черногория хочет двигаться к Европе, и она должна считаться с позиции Европейского Союза по этому поводу. При этом в начале, когда только закончились выборы, нынешний премьер говорил, что первое, что они сделают, что они снимут санкции с Россией. Тем не менее, сейчас уже пошел откат. Насколько я понимаю, все-таки страну НАТО никто не хотел и не хочет отдать, буквально опустить руки и сказать, все, выборы такие прошли, уже что будет, что будет. Продолжается работа, и на данный момент все-таки я вижу, что Черногория остается на пути проевропейском, то есть она кандидат номер один на вступление ЕС, она точно продолжит работать с НАТО, и никаких резких движений, как снятие санкций с России или отзыв признания Косова на повестке дня не стоит. Скажите, пожалуйста, Милан, вопрос к Милану сейчас. А вы, насколько вы знаете о тенденциях в Черногории, нет ли такого, что часть населения сожалеет о вступлении в НАТО? На самом деле все зависит от того, кто именно проводит такие опросы и как происходит голосование. Дело в том, что решение о присоединении Черногории к НАТО было принято парламентом, за него проголосовали депутаты. Потому что если бы на то время решение зависело от воли народа, то черногорцы определенно проголосовали бы против вступления в НАТО. Почему? По той простой причине, что Россия с помощью своих медиа очень удачно сыграла на эмоциях наших граждан. Как известно, в 1999 году НАТО проводило в Югославии военную операцию, в рамках которой происходили бомбежки в Черногории. Это послужило прекрасным поводом для внедрения в черногорское общество крайне негативного нарратива о злом НАТО, которое уничтожает мирных черногорцев. К сожалению, никто не позаботился о том, чтобы представить людям более общую картину и объяснить, почему так произошло и что послужило причиной военной операции НАТО. Если говорить о цифрах, то с 2017 года по 2020 год мы наблюдаем рост поддержки НАТО среди населения. На сегодняшний день членство в Альянсе поддерживает более половины черногорцев. Количество противников НАТО составляет от 40% до примерно 2-3 жителей Черногории. Но эти показатели колеблются в зависимости от того, какой организации проводится опрос и кто в нем участвует. Мне также хотелось бы добавить несколько слов к сказанному флорианам. Несмотря на то, что Европейский Союз действительно является крупнейшим инвестором в Черногории, если вы спросите мнение черногорцев или сербов по этому вопросу, то услышите в ответ, что главные вложения в Черногорию делаются либо Россией, либо Китаем. Такое неведение или непонимание ситуации происходит от недостатка стратегической коммуникации со стороны Европейского Союза. Например, с начала пандемии ковида Евросоюз оказывал и продолжает оказывать просто колоссальную помощь как Сербии, так и Черногории. Но в прошлом месяце проводился один опрос по этому поводу, и казалось, что люди все равно считают, что их главными благотворителями являются Россия и Китай. И поскольку такое видение очень далеко от истины, нужно спросить себя, почему так получается. Поэтому я и подчеркиваю, что со стороны Европейского Союза недостает стратегической коммуникации, в то время как через российские СМИ, китайские медиа и их балканские прокси в Сербии и частично в Черногории прокачивается невероятное количество пропаганды. Думаю, по сравнению с 2016 годом этот потенциал только вырос, поскольку в итоге в Черногории сформировалось правительство, в котором более заметными стали пророссийские настроения и даже радикальный элемент. Хочу подчеркнуть, что пророссийскую направленность, очевидно, демонстрирует часть парламента Черногории, но не члены правительства. С другой стороны, есть опасения, что эти пророссийские элементы станут постепенно просачиваться в структуры безопасности и разведку. Результатом такого проникновения может стать то, что Черногория окажется в числе уязвимых стран, открытых для прямого влияния российских спецслужб. Я не говорю, что раньше такого влияния не существовало, в той или иной степени оно присутствовало всегда. Но теперь можно ожидать от России какого угодно шага, поскольку Кремль не перестанет преследовать свои единственные цели в регионе – срыву евроатлантической и трансатлантической интеграции балканских государств в целом. Хотелось бы также обратить внимание на такой важный фактор, как смена президентской администрации в Соединенных Штатах Америки. В целом, для Балкан приход Байдена к власти – хорошая новость. Но, на мой взгляд, в то же время этот фактор способен активизировать российское присутствие на Балканах. Мне кажется, в стремлении навредить региону Кремль может спланировать новую попытку государственного переворота в какой-либо из балканских стран, чтобы в случае успеха получить дополнительный козырь для торга с новой американской администрацией по сербскому или боснийскому вопросу. Поскольку мы вот с вами сейчас обсуждаем Черногорию, но Черногория является полноправным членом НАТО, а есть страны – горячие точки Балкан, которые чрезвычайно уязвимы в плане поверженности российскому влиянию. Это касается как Боснии и Герцеговины, так и Косово. Я убежден, что НАТО следует оставаться сверхбдительными относительно активности России на Балканском полуострове, чтобы вовремя остановить любые деструктивные действия Кремля. Я хочу вернуться к первому вопросу, который вы мне задавали, относительно того, почему переворот не удался. Я ответила так не очень серьезно, но если говорить уже до конца серьезно, то он в первую очередь не удался, потому что Черногория на тот момент уже была готова к вступлению в НАТО. По какому вопросу? Она подготовила свои силовые структуры ко вступлению в НАТО таким образом, что она убрала из своих силовых структур агентов России. И поэтому Россия, которая привыкла, что Черногория – дружественная страна, она не смогла инфильтровать своих агентов в силовые структуры и не смогла взорвать Черногорию изнутри. То есть это на самом деле было главным вопросом. И поэтому сейчас Черногория именно этот момент обеспечивал все время стойкость. И сейчас обеспечивает стойкость. И главная угроза, что может быть откат, может быть переворот такой в более мягкой форме, как раз таки и в том, что придут агенты России в силовые структуры, в структуры безопасности. Об этом уже говорили, я хочу сказать. Вот в этом состоит главный опасный. Если говорить с точки зрения политики, то там все-таки пытаются нивелировать угрозы. Хотя, если говорить формально, то люди, осужденные уже судом первой станции, станции за организацию переворота, они как раз таки входят в число лидеров тех политических сил, которые выиграли на выборах и сейчас являются участниками правящей коалиции. То есть связь прямая и очевидная. И только как раз таки НАТО и НАТО ориентированность силовых структур позволит все-таки Черногории не скатиться и не откатить все назад. На самом деле, даже если пророссийские и просербские партии в данный момент представлены в парламенте Черногории, это не означает, что они обладают реальной властью. Я объясню почему. Потому что у них недостаточно мандатов для формирования нового большинства, и чтобы сформировать такое большинство, они вынуждены идти на сотрудничество с небольшой прозападной партией. Но эта прозападная партия говорит им, «Хорошо, ребята, если вы хотите новое правительство, вы должны выступать в поддержку НАТО и оставить свою антинатовскую риторику». Так и вышло. Эти партии совместно подписали документ, в котором выразили свое согласие с курсом на вступление в Европейский Союз и приверженность НАТО. Но это только на бумаге, поскольку никакой документ или нехотя поставленная под ним подпись не способны изменить способ мышления политиков и их политическое предпочтение за одну ночь. Кстати, нам прокомментировал генерал-лейтенант Бен Ходжес, экс-командующий силами США в Европе, вот ситуацию в Черногории относительно НАТО и России относительно вхождения Черногории в НАТО. Послушаем. Вы знаете, тот факт, что русские до сих пор относятся к Черногории как к конкурентному пространству и делают попытки подорвать выборы и процессы там, говорят о том, насколько важна Черногория. Я надеюсь, что морской порт на Адриатике – это место, которое мы можем развить для использования военно-морских сил НАТО, а также дополнительный порт, в который могли бы прибыть подкрепления, если бы нам пришлось быстро двинуться на Балканы в кризисной ситуации. И вот вопрос, выплывающий с этого комментария Бена Ходжеса. Милан и Флориан, к вам. Какие, на ваш взгляд, перспективы у размещения базы НАТО в Черногории, на территории самого молодого члена Альянса? И как это может повлиять на обстановку в регионе, укрепить систему безопасности или, наоборот, будет взрывать безопасность? Нужно отметить, что уже сам статус члена НАТО, предоставленный Черногорией, добавляет единства и безопасности всему региону. Думаю, очень важно, чтобы в ближайшее время, несколько лет остальные западно-балканские страны вошли в состав НАТО, и ваша страна также присоединилась к Альянсу. Потому что западные Балканы – это сердце Европы, и от стабильности в этом регионе зависит стабильность не только самих Балкан, но и целой Европы. НАТО по своей сути означает стабильность, безопасность и мир, и сам факт членства в Альянсе уже значит, что автоматически все военно-морские базы в Черногории становятся базами НАТО, что, естественно, также приносит мир и безопасность региону, и никак не иначе. Второй момент, который нужно подчеркнуть, и который Россия хотела бы представить как негативный аргумент, что они и делают вот уже на протяжении нескольких последних лет, что членство в НАТО якобы не несет никакой выгоды присоединившимся странам и их армиям. Что будто бы от членства в НАТО они не получают ничего, что, конечно же, является неправдой. Приводится еще и такой аргумент, якобы базы НАТО в Черногории будут использоваться для контроля армии самой же Черногории и ее населения, что якобы нас просто не ставят в известность о таких планах НАТО относительно нашей страны. И вот такой дезинформацией возникает великое множество. Оплодятся разные истории, основанные на неправде или полуправде, затем они распространяются в разных медиа, муссируются в прессе разных стран и циркулируют по региону. Распространение такого рода дезинформации облегчается еще и тем, что наши языки очень схожи и мы легко понимаем друг друга. И это огромная проблема. Что касается баз НАТО в Черногории, то у нас есть порт-бар, в котором размещается одна из крупнейших военно-морских баз на Адриатическом море. Так вот, в 2013 или 2014 году, я точно не помню, к нам обратился министр иностранных дел России с запросом на разрешение пользоваться этой базой российским военным кораблям. Черногория ответила «нет». И сразу после этого отказа россиянам наша страна сначала подготовку к процессу присоединения к НАТО. Думаю, в Альянсе оценили значимость Черногории, исходя из ее географического положения и объектов в морской инфраструктуре на Адриатике. НАТО хотело видеть Черногорию частью Альянса из-за того значительного вклада в военно-морское присутствие в этом регионе, которое может обеспечить наша страна. Думаю, речь идет о так называемом «смарт-походе к безопасности», который в последнее время применяет НАТО. Он состоит в том, что различные страны-члены Альянса по отдельности рассматривают и анализируют различные сегменты НАТО и затем сводят информацию в рамках единого «стратком-центра». Насколько мне известно, такие центры занимаются сбором и анализом специализированной информации, важной не только в военном аспекте. В любом случае, их сфера деятельности касается того, что называется «софт-пауэр» и лежит в сфере коммуникаций, а в современных условиях применение «мягкой силы» приобретает даже большее значение, чем просто создание новых военных баз. Как мне кажется, «мягкая сила» или «софт-пауэр» – это и есть инструмент, которым НАТО следует задействовать чаще, чем сугубо военные средства. Что касается военных баз НАТО, то можно напомнить, что в данный момент ведется строительство новой военной базы в центральной части Албании. Это абсолютно новая база воздушных сил НАТО в Кучеве, в Центральной Албании. Если говорить о базах, то примерно напротив, через Адриатику, расположена мощная военная база НАТО в Неаполе. Таким образом, можно предположить, что Альянс строит некий мост, связывающий базы в единый хаб командования ВВС НАТО в Средиземноморье. В связи с этим я не думаю, что на Балканах нам нужно наращивать военное присутствие. НАТО гораздо полезнее делать вложение в мягкую силу, которая позволит эффективно противостоять российскому влиянию в регионе. Я имею в виду, что нам нужно больше перспектив, нам нужно укреплять наши связи и добиться того, чтобы все балканские страны присоединились к Европейскому Союзу и НАТО, за исключением Сербии, которая провозгласила политику не вхождения в Альянс. Но, по крайней мере, они собираются стать членом Европейского Союза. И это очень важно, поскольку пришло время создавать новые нарративы. Как совершенно правильно подметил Милан, на Балканах с этим большие проблемы. В этом регионе наблюдается намного более ощутимое влияние России и других небалканских стран, чем голос НАТО. Поэтому, на мой взгляд, в последнее время НАТО несколько подутратило свои позиции на Балканах. Необходимы срочные инвестиции в эту сферу. Нельзя также забывать о противодействии этим процессам балканских элит, которые заинтересованы в сложившемся положении дел на Балканах, поскольку многие из них отдают предпочтение текущему, устоявшемуся сценарию развития событий в регионе, чтобы сохранить всю полноту власти, которую они в данный момент обладают. Наталья, вы хотите что-то добавить по поводу возможного расширения баз НАТО в Черногории? Вы знаете, я хочу такую ремарку сделать, что одной из фишек как раз-таки политических сил, которые пришли к власти, это была борьба против того, чтобы в горах черногорских, черногорская армия проводила учения. Они проводили акции протеста, разбили даже палаточный лагерь, то есть это нонсенс. Они протестовали против учений своей же армии. И сейчас новая власть сразу же сказала, что именно эти учения будут проводиться, найдем другое место, просто Черногория не такая большая, чтобы найти новый полигон. Но уже напряженность некоторая между армией, которой сейчас черногорская армия является армией НАТО, и людьми, которые пришли к власти, их сторонниками, уже есть. И я не думаю, что НАТО, понимая эту ситуацию, будет таким вот образом расширять свое присутствие именно сейчас. Спасибо нашим экспертам. Напомню, сегодня мы обсуждали Черногорию с экспертами по Балканам, замдиректора Института мировой политики Натальи Ищенко, а также черногорскими косовскими экспертами в вопросах безопасности Миланом Ювановичем и Флорианом Кихаей. Смотрите Код безопасности каждый четверг на телеканале UATV в 19.00, а в 21.05 по Киеву в эфире телеканала Дом. Увидимся через неделю. Продолжение следует...